Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлёва, у нас в гостях главный редактор московского комсомольца Павел Гусев. Здравствуйте, Павел Николаевич. Здравствуйте. Так получилось, что мы как-то вот о спорте с вами говорили прямо перед началом передачи. Давайте, может быть, с вот этих вот проводов спортсменов и начнём, потому что там было довольно такое яркое выступление президента Путина и, соответственно, другие там всякие детали. С одной стороны, говорилось о том, что все будут наказаны причастны к происходящему, невзирая на лица, а с другой стороны, ответственность за то, что не все из присутствующих смогут выступить в Рио, президент возложил на недальновидных политиканов. Скажите, где он был более искренен? И в том и в другом случае, я абсолютно в этом уверен. Дело в том, что недальновидные политиканы, например, тот же Мутко, он недальновидный политикан. А, то есть это не те заокеанские наши враги? И те тоже, которые использовали Мутко очень дальновидно. Но Мутко-то сам недальновиден и вся его команда. Дело в том, что когда присутствует человек на проводах олимпийской сборной, при этом он ещё и говорит, что он не поедет сам на Олимпиаду, хотя его туда уже и не пускают, насколько я знаю. Это говорит о том, что это верх, во-первых, бесстыдства и верх цинизма. Потому что именно министр спорта Мутко развалил наш российский спорт. Не Путин его развалил в конечном счёте, понимаете? Путину не даст... Он где может, он там везде выступает, поддерживает. И, кстати, спортсмены его очень хорошо принимают. Плюс сам ещё играют в хоккей. Дело-то не в том, что... Сейчас я вернусь к нему. Но человек, который стоял у руля эти годы нашего спорта, спортивного движения, спортивной экономики, спортивного развития, сделал всё для того, чтобы уничтожить российский спорт. Сегодня наши спортсмены, во-первых, оказались ведь не случайно под допингом и под теми санкциями, которые они в результате получили. Они всё это получили как результат политики, вот теперь политика вступает в силу, политики, медали победы, победы любой ценой. А если не хватает мастерства, а если не хватает силёнок, а если не хватает, вообще не хватает, что тогда вступает в силу? Вступает устаревший мельдоний. Вступает мельдоний? Да, я абсолютно уверен, что Мутко сам лично не говорил, дайте мельдонии или там какой-то допинг этому, этому и этому. Но зная о том, что он существует, зная о том, какой ценой добываются эти золотые, серебряные и другие медали и чемпионства, не сделано было ничего. Ничего не сделано. Павел Николаевич, вот вы мне объясните, как вы себе представляете из всего, что мы сейчас знаем, чему-то доверяем, чему-то не очень, какая вообще может быть схема? Потому что одно дело, когда конкретный спортсмен для того, чтобы получить все блага, которые получает человек, заслуживший там большие награды, и почёт, и деньги, и всё на свете, он как бы идёт на сделку с совестью. Да, вот здесь никак не получается, мы там с тренером помозговали, с врачом придумали. Вот это понятно, это во всём мире так, это есть. Это есть, и действительно во многих странах. В нашем-то случае случилось что-то другое, судя по докладу Макларена, основанному на докладе «Известно кого?» и так далее. В нашем случае это стало государственной политикой на уровне, по крайней мере, министерства, которая Мутко со своим уровнем знания английского языка, со своим уровнем знания спорта, бывший боржевик, он боржи гонял там по Волге или по какой-то другой реке, со знанием вообще отношения к людям, потому что у него отношение циничное к людям. Послушайте, но он в спорте вообще руководит практически всем. Всем, всем. Поэтому у нас ни детских спортивных школ, у нас ни юношеских спортивных школ. Даже если детские ещё появляются, то они обрываются на стадии, когда нужно переходить во взрослую стадию. Дальше всё, пустота у нас. Посмотрите, дальше что у нас начинается? Мы начинаем или из Кореи бегунов брать вот этих на коньках, которые побеждают, золото взял у нас на Олимпиаде, или мы футболистов иностранных набираем, потому что дальше наших ребят уже не пускают. Дело в том, что вся политика рассчитана победой любой ценой. Нет. Победа трудом. Победа в спортивных... Это долго. И честно. Но подождите, я ещё раз хочу сказать, не надо только говорить о том, что нет допинга в других странах. Практически в большинстве стран существует тот или иной допинг. Но там более разумные и хитрые ребята сидят. Во-первых, это не связано с государственной политикой. Это раз. Второе. Там это связано с новейшими технологическими разработками, которые допинг... Вот допинговые разработки. Он не раскрывается ещё современными методами. То есть они придумали тот допинг, те лекарства, те стимуляторы, которые сегодня неизвестны комиссии Макларена, ВАД и все остальные вместе взятые. То есть они используют новейшие разработки поддержания человеческого организма. Хорошо это или плохо? Думаю, что плохо в конечном счёте. В конечном счёте. Но мы-то используем мельдонии, которые там... Или какие-то препараты, которые ещё позапрошлого века. Понимаете, как мы взяли? Мы используем в тупую. Лишь бы спортсмен в какой-то момент выплеснул энергию. А к старости... Посмотрите, спортсмены, профессионалы, в каком виде бывают старики. Они бывают разрушенные все. Потому что они или на топпинге были, или изнашивали до нельзя. Павел Николаевич, ну вот вы говорите, что недальновидный, ужасный, кошмарный мутко. Всё делал неправильно. И команда его такая же. Я считаю, что человек циник по натуре. Он должен был подать в отставку, должен был уйти. Примут, не примут, это уже был бы цинизм высшего руководства, того же премьер-министра, условно говоря. Но человек совершенно наглым, холодным взглядом, цинично говорит, это виноваты американцы. Ну да. Но американцы в это время, если бы они были виноваты, тогда, если бы мы у них закупили бы новейшие допинговые средства, их бы потом они сдали бы, эти новейшие. Так нет. Они-то применяют, американцы, некоторые спортсмены. И статистика это показывает. И другие страны применяют. И статистика это тоже показывает. Но количество. Не говорят, что мы там на 12-м месте под допингом. Ну, конечно. У нас олимпийская сборная выезжает там 2000 с лишним, и из них 10% это 200 человек под допингом. А в других странах 2-3 человека, но у них олимпийские сборные по 10-12 человек. Павел Николаевич, я одного не могу понять. Мутко ведь уже не первый день там. Кто-то же его назначил, кто-то ему доверяет. К сожалению, он входит все-таки в какой-то состав команды какой-то. Что-то он там в Питере тоже вытворял. Я не знаю, Барша там он гонял по Неве или еще что делал, неважно. Но он оттуда тоже в конечном счете выходец. Вот он, как человек команды, сегодня разрушает российскую, прежде всего, спортивную команду. Он уничтожает российский спорт. Он человек, который достоин глубочайшего презрения. Человек, который не может выучить двух английских слов или пять предложений. Человек, который нагло врет при этом. Да, да. Надо в конечном счете, может быть, в какой-то степени поаплодировать. Говорят, кому поаплодировать? Поаплодировать, знаете, кому? Тем, кто говорит, вот у нас теперь холодная война с Соединенными Штатами, с Европой, они это используют. Да, да. Они используют дурость Мутко. Они используют цинизм Мутко. Они используют то, что Мутко натворил с нашим спортом. И очень хорошо используют. Им надо за это... Вот так поаплодировать и сказать, ребята, ловко вы использовали то, что натворил Мутко. Павел Гусев, московского комсомольца, вам тут Семён пишет, не гонял Мутко баржи, не гонял. Был профсоюзный деятель. И так его и не задвинули назад. Я учился с ним, меня в комсомол принимал. Слава богу, разобрались с Мутко, всё хорошо. Вот Семён подтверждает, зуб даёт. Ещё немного об интересном и даже об увлекательном. Сегодня довольно бурно мы это обсуждали с радиослушателями, но, удивительно, никто не нашёл положительных сторон. Каждому россиянину в будущем присвоят уникальный неизменяемый номер. В отличие от изменяемых всех остальных номеров, которые им уже присвоили, присвоят уникальный. Об этом говорится в проекте концепции создания единого федерального информационного ресурса. Его обсуждали накануне на правительственной комиссии. Соответственно, будет создан реестр, где будут собраны базовые сведения о жителях страны. Причём речь шла даже о том, что и умершие будут там зафиксированы, и даже приезжавшие иностранцы хотя бы единожды. То есть это какой-то мега-ресурс, где всё-всё-всё будет. Зачем? Как зачем? Осваивать бюджет. Это всё понятно, вы понимаете? Вы как-то очень банально мыслите, это уже сороковой ответ такой. Нет, нет, нет. Это чистое освоение бюджета, а как, по-другому и даже думать. Вы представьте себе, чтобы создать эту систему, нужно будет создать целые, ну, как минимум 4-5 акционерных таких структур, в которых будут закачивать... Всяких гупов. Гупы, мупы, под них здания, под них, так сказать, бюджет, и всё, что угодно они будут разрабатывать, чтобы выработать вот эти номера, чтобы эти номера навсегда... А теперь подумайте, где такое количество техник взять? Мы же не производим столько компьютерной базы, мы не производим такое количество тех запоминающихся... Ну, ладно, в Китае купим, что вы нервничаете? Так я и говорю, купим в Китае, в Индии или ещё где-то. Ну, купим. За какие бабки-то купим? Но здесь есть ещё ребята очень интересные, которые там и дороги строят, мосты строят, которые возьмут под себя, потому что это будут миллиарды. То есть вы хотите сказать, что сейчас какие-то условные ротенберги получат очередную интересную делянку? Конечно, это очередная делянка, которая придумана, придумана человеком близким к правительству, а может быть... Но министр Никифоров лоббирует это дело. Ну, вот, значит, к делянке, значит, есть люди, которые лоббируют эти интересы, которые пришли с этим интереснейшим предложением. И на это интереснейшее предложение, для того, чтобы занумеровать всех покойников живых и полуживых, и недостаточно живых, и больных, и неродившихся, и родившихся заново, вот под них всё это будет придумано. Причём придумано очень интересно, очень научно обоснованно, и будет это стоить где-то около триллиона рублей. Почему руководство страны, которое принимает, в конце концов, решение, потому что президент подписал соответствующее там поручение, всё ещё, по-моему, в январе это было сделано, почему их так дурят? Они же ведь, наверное, не знают, что у нас у каждого человека есть там по пять приблизительно документов на все случаи жизни, с номерами, с сериями, со всеми делами. Ну, тот же паспорт, который у вас практически вам выдали, и он достаточно убедительно работает на протяжении всей вашей жизни. Его номер меняется. Ну, номер, да, иногда меняется. Но можно и не менять, можно просто сделать простую штуку, взять и номер паспорта, это сохранять. Вот вам и уникальный номер. Да, вот вам уникальный номер. Вот выдали вам паспорт, а затем будут пропечатывать тот же номер вам на всю жизнь. Вот и всё, и сидите с этим номером и кукуйте. В общем, дурят начальство и разводят на деньги. Я думаю, что это одна из причин. Дело в том, что электронный массив, в который загнать нужно всё население... Да он уже есть. Он, по сути дела, существует. Его не надо особо по-новому делать. Но новые методики с новыми разработками, с новыми машинами, закупками их в Китае, в Индии или в какой-то другой ещё стране. Создание мощной базы в виде, так сказать, где-нибудь там настоженки лучше, там луч вид. Давайте снимем варварку целиком. Варварку. Тоже неплохо. Хорошее место. Тоже неплохое место. Кстати, о жизни недалеко, в Кремле. Администрация президента больше не будет рассылать агентствам предварительный график Владимира Путина. Как пояснил пресс-секретарь главы государства, рабочий график Путина – это не догма. Он достаточно подвижен. Кроме того, от рассылки решили отказаться, чтобы избежать спекуляции на тему отмены некоторых мероприятий, сказал Песков. Это нормальная история или какая-то тревожная? Я прочитал это сообщение сегодня. Я так задумался. Но у президента есть такая особенность. Он часто опаздывает. Да, опаздывает или иногда отменяет мероприятие. Может быть, с этим и связано, чтобы не вызывать излишнего раздражения у тех, кто где-то кого-то ждет или где-то что-то присутствует. Но мне кажется, может быть, это с этим связано. В принципе, меня это особо не удручает. То, что я не буду знать график президента на сегодняшний день. Да мы и так его не знаем, на самом деле. Да, в конечном счете и так мы многого не знаем. У нас в пуле президента работает, журналисты, не один. Всю информацию, ту, которую мы можем получать, или они получают, или они присутствуют, мы имеем. Ну, если мы не будем знать о каком-то мероприятии, ну, не будем знать. Тогда все равно аккредитоваться за 2 месяца. Да, все равно да. Так что я не думаю, что это как-то повлияет на общую информационную политику. Ну, хорошо. Информационная политика за рубежами нашей Родины. Мэр Риги Нил Ушаков оштрафован за использование русского языка в соцсетях. Сообщил, что на него наложен штраф за то, что Рижская дума в соцсетях общается на русском языке. Об этом, собственно, он написал на русском же языке на странице в Фейсбуке. Заявил, что он намеревается оспорить это решение, так как закон о государственном языке ни в одном месте не регулирует языка общения самоуправления со своими жителями в зарубежных социальных сетях. Рижская дума продолжит общаться на латышском, русском и английском. Как вам проблемы Риги? Мерзость. Почему? Я считаю, что это мерзость. Вы знаете, наши профессии к этому тоже располагают. Плюс всё-таки мы жили достаточно в новой России, когда много возможностей было ездить в начальные годы. И обмен денег соответствовал. Курсы всякие были достаточно убедительные и реальные, наверное, я много ездил. И вы знаете, я всегда восхищался, ну, той же Швейцарии, которую многие приводят. Там четыре официальных языка. Я говорю хоть на шестом, на седьмом языке, никто на меня никогда нигде не окрысится. Официальное лицо ведёт официальные переговоры со своими подчинёнными. Я понимаю, когда президент, президент страны, он обязан выступать на официальном языке. Но если президент страны, например, там, где есть в Финляндии два официальных языка, то часто очень сразу или транслирует, или передаёт второй язык. Всё это решаемые вопросы. Но человек официально, он же неофициально заявления делать. Фейсбук, я извиняюсь, это помойка в какой-то степени. Вы туда можете скидывать всё, что угодно. Вот сейчас вам что захотелось, вот наберите. Это помойка вашей мысли. А может быть и здравые мысли. А может быть гениальные мысли. Но в любом случае, это всё, что я скидываю. На каком языке говорят? На матерном? На русском? На латышском? На эстонском? На финском? Или ещё на каком-то? По-другому спрошу. Если бы наши какие-нибудь чиновники были замечены в том, что в Твиттер или в Фейсбук пишут на английском языке, им бы кто-нибудь поставил на вид? Думаю, что нет. Я уверен, что нет. Я даже помню, кто-то из чиновников на каком-то языке писал, но на своём родном. На одном из? На одном из 120, которых у нас существует в России, ну и что? Ну написал, ну и что? Ну что с тобой сделаешь? Тяжкое наследие империализма. Я считаю, что это не тяжкое, а это просто пережиток, но определенной степени малых народов, которые очень хотят, чтобы на их языке говорили почти все. У нас в гостях главный редактор московского комсомольца Павел Гусев, который, кстати, недавно сталкивался с разными милицейскими акциями, но закончилось всё для МК, в общем, довольно-таки хорошо, и даже перед вами извинились, насколько я знаю. Да. В МК были проведены обыски без серьёзных на то документов, скажем так. А теперь другие истории с силовыми ведомствами. Значит, мы с интересом следим за господином Бельеминовым, который вроде бы был обыскан, и даже все соответствующие каналы сообщили, сколько именно у него личных там наличных и прочих средств. Суд признал законными обыски в квартире главы ФТС Бельеминова, но при этом говорят, что он проходит по делу как свидетель, по делу о контрабанде алкоголя. Во всей этой истории, на мой взгляд, есть всё, но только не борьба с коррупцией. К борьбе с коррупцией это не имеет никакого отношения. Во-первых, если мы окинем с вами горизонт общих дел, связанных со скандалами с чиновниками разного уровня, губернаторами, следователями, генералами и прочее, прочее, прослеживается один главный, в общем-то, и, на мой взгляд, очень важный момент. Всё это началось с момента заявления, что у нас скоро будут выборы, нам нужно с вами менять политику в отношении тех людей, которые могут быть коррумпированы или кем-то являются вокруг этого. Я думаю, что приближающиеся 16-го, вот в этом, в сентябре этого года, выборы, послужили определённым катализатором для того, чтобы замутить воду и немножко вот так вот... Павел Николаевич, соглашусь, в той части, когда речь идёт о мэрах, там, я не знаю, тех же губернаторах и так далее, это я могу себе представить. А как быть с силовиками? А вам придётся согласиться, потому что нормальный... Вот бизнесом ведь не занимаетесь большим. Нет. Средним не занимаетесь. И маленьким не занимаетесь. И маленьким не занимаетесь. А я вам хочу сказать, я занимаюсь. Вот перед вами бизнесмен. Так. Да. И что же? Самый обычный. Значит, я не одинок. И вам сейчас могут вот там вот настучать сразу вот ребята, которые... Которые нас слушают. Да, слушают, сколько их третировали, если они занимаются бизнесом, силовики. Не мэр третировал. Мэр всегда принимал какие-то правильные решения, как будто бы. Не губернатор, а он всегда защищал даже бизнесы. Говорил, мы их будем расширять. Вы сейчас говорите про того мэра, который снёс палаточки? Да это тоже. Сейчас не об этом. Дело в том, что силовики являются главной структурой разного уровня. Кто третирует, уничтожает и делает всё для того, чтобы бизнес перестал быть бизнесом вашим. То есть, чтобы порадовать бизнес и население, нужно посажать силовиков? Нужно сделать точечные. Сажать их никто не будет целиком. Следующий момент. Дело в том, что, исходя вот из этой формулировки, которую я сейчас вам привёл, и идеи, силовики ведь тоже делят рынок. Здесь ФСБ, здесь СК. Совершенно верно. У каждого свой очень вкусный, лакомый кусок. И его нужно оттоптать, его нужно выдавить, его нужно отдавить. Но иногда эти интересы вдруг сходятся в какой-то точке или в каких-то точках. И вот здесь начинаются обиды. Вы вспомните, что было с мебельным китом, шметом, какие там были разборки между генпрокуратурой, следственным комитетом и другими структурами? Сошлись интересы. Слишком большой был такой вот лакомый кусок, где можно было... Мебель же, это же невероятно... Это почти то же самое, что таможня, понимаю. Да, так это всё одно и то же. Это всё одно и то же. Так вот, сошлись интересы. Когда они сходятся, они начинают драться. А для того, чтобы прекратить эти драки, нужно где-то кого-то развести. Вот происходят некие разводки. Эту структуру отодвигают, ту подвигают. Вот приходят новые, которые вот видят, что старый уже зажрался, и старого убирают. Это тоже один из элементов. Я не говорю, что это везде 100% происходит. Это я не говорю, что это полноценное. Есть ещё идеи, что люди из старой команды надоели кому-то из руководства. Да нет, всё это не так. А Стрыкина-то ещё надоест, никто не успел. Да, но никто ничего этого не будет. Дело в том, что, я думаю, ситуация с показом коробок с деньгами и со всеми тем, что там творилось вокруг руководителя таможенного нашей службы, это очень быстрая, несогласованная реакция определённых силовиков. Я так скажу, подстава. Вот, кстати, о подставе. Подстава силовиками там какой-то структуры или каких-то других силовиков, она почему-то в последнее время тоже стала страшно модно, выражается в мгновенном сбрасывании журналистам всей возможной информации. Совершенные. Видеообыска, суммы. А вспомните, подождите, вспомните Сердюкова несчастного со своей вот этой дамой пышнотелой. Вспомните, показывали десятки килограмм этих брюликов-шмуликов, золото-платина, эти какие-то там живопись, развешанная сотнями картин, там в 10-15-20-комнатной квартире. Чего там, шубы и ещё чего-то. Чего там только не было. И что? Куда всё потом делать? Ведь это же дело следствия, это же они принимают решение, что показывают. Правильно. А потом, вы слышали что-нибудь про этих следователей потом? Нет, ничего не слышали. Я интересуюсь спросить. Дело в том, что Сердюков быстро превратился в свидетеля, а потом вообще в ничто. А дама его оказалась вообще несчастная, бедная поэтесса и художник, который вот сейчас её картины уже на аукционах продаёт. Генерал Следственного комитета Денис Никандров подал иск о защите чести и достоинства к порталу Life. Он требует опровергнуть сведения, опубликованные в статье 21 июля, где, в частности, говорит, что во время обысков в его квартире были найдены 400 тысяч евро. Ну, понятно, что не к следственным же органам обращаться за разглашение. Можно против Life подать. А вот виноваты в этой ситуации журналисты? Я думаю, что журналисты в этой ситуации, если они не наврали, что там было 399, а не 440, то тогда они не виноваты. А если они ошиблись в цифре, тогда ты не говори цифру, а говори, что было 10 коробок с деньгами. Там, условно говоря, 10 легче посчитать. Павел Николаевич, ну вы же прекрасно понимаете, что если, например, по всем каналам транслируется сцена взятки Никите Юрьевича Белых, то это видео кто-то слил. Конечно. Конечно. Захотел – со звуком слил, захотел – без звука. Конечно, как раз сливают, существует у нас… Клайфу-то какие вопросы? Им что дали, они то и рассказали. Они всё время это и делают. Ну, я просто даже не называю, если вы заметили, это средство массовой информации. У меня есть внутреннее ощущение, что… Внутренний протест. Не протест, просто, ну, пачкаться язык не хочется. Послушайте, ну вы же как бизнесмен, понимаете, приходит к вам, ну или звонит вам человек. Я ещё и председатель союз журналистов, поэтому я не имею права их никак называть, потому что для меня все журналисты… Ну, есть нерукопожатные, но это не значит, что я, как председатель союз журналистов, да, мы нравственную, мы качественную позицию журналистов оцениваем и превозносим. Но мне не очень… иногда хочется говорить, что вот есть такая журналистика. Послушайте, но ведь это же простая история. Вам звонит, допустим, ваш знакомый силовик. Да. Их действительно достаточно много. У вас есть Ева Меркачёва, которая во ФСИН знает каждого второго просто. И говорят, у нас есть видео задержания генерала Следственного комитета. И вы что, говорите, нам не надо? Нет, я так не скажу. Я только поинтересуюсь сначала, когда, что и где, и какие вещи. Параллельно я позвоню, я знаю, кому позвонить, для того, чтобы уточнить информацию. Это обычная работа журналистка. Я сначала уточню, это займёт 3-4 минуты, 5. И я соберу достаточно… Так это может быть правдивое, абсолютно искреннее оперативное видео. Вам его дают для чего-то, чтобы вы его опубликовали. Естественно. Вы его опубликуете? Если это связано с преступлением, то да. Ну, в последнее время у нас это всё как раз связано с преступлениями, с обысками и со всеми прочими. Но параллельно я дам 10 заданий, чтобы это видео или эти фотографии обросли мясом. То есть, почему, когда, кто заказал и всё остальное. Это 100%. Хорошо. Ещё одна моральная дилемма. Совсем немного времени осталось. Хотела вашего комментария. Заместитель представителя Комитета Совета Федерации по Конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина внесла в рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий поправки в недавно декриминализованную статью 116 Уголовного кодекса. Это про побои. Побои, если это первый раз и не нанесён тяжёлый урон, не нанесён вред здоровью, у нас выведены из уголовной ответственности. Декриминализованность. Но это не относится, если речь идёт о родственниках. Если ты побил свою маму, свою дочь или своего дядю, это всё равно криминально. Вот, собственно, в чём состояли новинки этого самого закона. Мизулина считает, что это нарушает институт семьи, содержит ряд спорных антисемейных положений, статья побои. То есть можно иногда по попке похлопать или скалкой. Ну, как повезёт. Если тяжёлый вред здоровью не нанесён, то, собственно, о чём? Я считаю, что это неправильно. Мизулина, у неё достаточно специфический взгляд на жизнь, на общество, на людей, на их здоровье, на детей, кроме своих собственных. И я считаю, что это абсолютно неправильно. Дело в том, что уже сейчас в сетях, и не только в сетях обсуждается, там в общественной палате тоже выступили. Ребята говорят, что если девушку насилуют, то смотрите, не ткните отвёрткой, ему вбок... В тюрьму сядете. Да, сядете в тюрьму. Но я хотел бы спросить только этого человека, а если бы его в это время тоже сзади кто-то насиловал бы, он бы отвёрткой или лопатой бы с разворота дал бы по роже этому человеку? Он хоть понимает, что такое насилие, когда женщину насилуют, какое-то унижение и какая-то смертельная доза? Многие женщины, кстати говоря, после этого или кончают жизнь самоубийством, или с ума сходят, у них нервные срывы, болезни и прочее-прочее. Не понимают, что именно в этот момент и нужно убивать этого негодяя. Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец», охотник и просто мужественный человек, был сегодня у нас в программе «Особое мнение». Всем спасибо, всего доброго.